Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Могли бы ли вы носить одно и то же платье 7 дней подряд и ни разу не повторится в образе? А месяц? А год? Год! Именно столько носила одно платье Шина Матейкин из Нью-Йорка. Это арт-директор одного из рекламных агентств. Она решила поставить очень любопытный эксперимент. Свой проект Шина Матейкин придумала в благотворительных целях, и в этом ей помогла ее подруга, дизайнер Лиза Старбакс, которая придумала универсальное черное платье на пуговицах, которые могли располагаться и спереди, и сзади, и благодаря этому трансформироваться. Это действительно очень интересный эксперимент, который меня вдохновил на создание марафона 20 дней в одном платье. Чуть попозже я расскажу об этом марафоне, а пока хочется сказать пару слов о том, зачем я это делаю. Во-первых, когда вы берете одну вещь и пытаетесь создать с ней много разных образов, у вас включается креативное мышление, включается полет фантазии, и это действительно благотворно влияет на вашу окружающую жизнь. Когда вы постоянно творите, постоянно решаете какие-то такие творческие задачи, вы замечаете, что и какие-то сложности, которые возникают в повседневной жизни, вдруг решаются сами собой с помощью, опять-таки, творчества. Во-вторых, многоразовое использование одного и того же предмета, оно благотворно влияет на экологическую ситуацию, потому что мы с вами тогда не будем покупать новые вещи, пока мы не доносим старые. И, в принципе, те вещи, которые у вас уже находились в гардеробе, которые вы хотели выкинуть, они могут обрести вторую жизнь, если вы на них посмотрите в новом ракурсе. Если вы умеете придумывать много образов всего лишь с одной вещью, то вы всегда будете выглядеть разнообразно, и вам не придется ходить постоянно в одном и том же, потому что вы сможете обыгрывать даже одну и ту же вещь всегда по-разному. Ну и, наконец, это умение пригодится вам в поездке, когда у вас есть небольшой чемодан или большой, но все-таки нужно знать меру и положить туда все самое необходимое. Умение составлять разнообразные комплекты всего лишь с одной вещью поможет вам значительно сэкономить место в вашем багаже и лучше оставить его для того, чтобы привести с собой что-то интересное. Я не зря надела сегодня это желтое платье, потому что именно оно будет участвовать в моем проекте. Поначалу я хотела надеть черное платье, показать как именно его можно сочетать разными вариантами, но все таки знаете, да, хоть черное платье есть у каждой из нас. Сейчас весна, скоро лето, хочется быть ярче, хочется надевать все-таки весенние краски на себя. Именно поэтому я остановила свой выбор на данном варианте. Следить за ходом эксперимента вы можете в социальных сетях вконтакте или инстаграме по хэштегу 20 дней в одном платье. Если этот эксперимент вас вдохновляет и вы хотите сами поучаствовать, то выкладывайте от двух и более образа всего лишь с одним платьем. Можете сделать это в виде коллажа, можете тоже каждый день публиковать разные варианты. Сделайте подпись «Участвую в марафоне от Натальи Ксенчак» и поставьте хэштег «20 дней в одном платье». В конце этого марафона я также запишу видео, где расскажу вам о результатах эксперимента, расскажу о своих ощущениях и, конечно же, поделюсь вашими образами, прокомментирую их. Так что советую вам тоже присоединяться. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мои соцсети, следите за ходом эксперимента. Ну и всем пока, до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok